Велосипед В первом заезде звездой становится маленький пятилетний гонщик. Это его первое соревнование. Давай, давай, давай! Мама! У вас реально было? Да. Тебе мама помогала? Да. Отставала. Отставала? Да. А, то есть ты еще быстрее был, да? По традиции кросс посвящен Международному дню учителя. В этом году и 20-летию образования национального парка «Шушинский бор». Заезды проходят по возрастным категориям. Тип велосипеда не учитывается. И горные, и дамские велосипеды могут оказаться в одном заезде. Но это не пугает и не расстраивает участников. Главное удовольствие сегодняшнего дня – общение с единомышленниками. Что ты ждешь от соревнований? Да сильно ничего. Веселье новых друзей. Ну и не факт, конечно. Может быть, даже победу. Сегодня много родителей с детьми. Они помогают отпрыскам надевать шлемы, напутствуют, переживают и сами участвуют во взрослых заездах. Фишка сегодняшнего дня – гонка Кубка Вызова. Его придумали инструкторы молодежного центра, разработав трассу по национальному парку. 16 километров пересеченной местности и лесных дорог. Нашлось 15 желающих их преодолеть. Смысл данного мероприятия, то есть оно под такой идеей проходило. То есть молодежный центр в лице меня бросил вызов всем желающим. И дальнейшая судьба этих соревнований – теперь победитель бросает вызов. И кто-то принимает его вызов. Есть его результат. И тот, кто в следующем году улучшает его результат, соответственно, его имя будет вписано на Кубке Вызова. Первое имя, которое появится на Кубке – Кирилл Тишкин. За 35 минут он промчался по сложной дистанции, опередив ближайшего соперника на несколько минут. Трасса хорошая, ездила потрудиться. Кочки были, детки были как препятствия, можно было обижать их. Еще дождь прошел сегодня, скользкая была. Но так в целом, хорошая трасса. Победа Кирилла не случайна. 17-летний воспитанник лыжной секции, перворазрядник, ежедневно тренируется. Все победители получили медали, грамоты, призы от физкультурно-спортивного центра и шушенского отдела ГИБДД.